Светлана Иосифовна Мартынова, садовод-опытник с 40-летним стажем. На её 13 сотках растут все овощи, косточковой культуры, виноград, а также 100 кустов хоста, 50 хвойников и пока ещё только 27 гортензий. Садовый участок находится в неблагоприятной зоне, поэтому садовод на личном опыте испытывает все новейшие технологии. Сегодня мы поговорим с вами о щадящем биологическом методе обработки почвы. Этот метод можно применять за 14-21 день до высадки рассады. Существуют такие препараты, как триходерм, триходермин, олирин, гомоир, фитоловин. Это препараты, при помощи которых можно очень просто обработать почву. Что нам нужно для того, чтобы использовать биологический метод? Мы берём самые обычные мусорные пакеты, лучше, конечно, сделать 2-3 для прочности. Готовим землю и начинаем разводить препараты. Для этого нам необходимо взять 750 грамм кипячёной воды по одной таблетке алирина и по одной таблетке гомоира, развести в этих 750 граммах воды и обработать одно ведро почвы. Значит, как мы будем это делать? Прежде всего, ну вот здесь у меня уже таблетки разведённые, поэтому я могу смело пользоваться. Мы вначале на дно пакета или ведра пластикового брызгаем препаратом. Дальше слоями приблизительно 5 сантиметров мы выкладываем почву, равномерно её распределяем и таким же образом её тщательно опрыскиваем. Не до грязи, но качественно. Следующий слой опять 5 сантиметров накладываем. Вот таким образом перемешиваем, снова брызгаем и таким образом мы заполняем либо пакет, либо ведро. Плотненько всё перемешали, плотненько всё завязали, оставили на 2-3 недели. Через 2-3 недели ваша почва абсолютно чистая от патогенной флоры, никакой чёрной ножки, никаких других бактерий там не будет. И вы можете спокойно сажать свою рассаду, будучи уверены, что 100% будет у вас всхожесть и приживаемость. Вот такая чудесная, на первый взгляд, жирная почва, но достаточно тяжёлая для молодых проростков, не может являться качественной для первичного посева, для посадки молодых саженцев. Поэтому вот такую садовую, жирную, красивую почву обязательно нужно смешать с какими-то препаратами, которые будут делать её рыхлой и пушистой. О чём мы с вами завтра обязательно поговорим. До завтра!